здравия друзья с вами шевченко александр и видео от академии счастья сегодня поговорим о том что нам дает жизненный опыт потому что очень многие люди на него ссылаются и говорят у меня много опыта у меня большой жизненный опыт или большой багаж знаний вот на самом деле что я хочу сказать действительно когда у человека есть опыт это здорово вот только когда этот опыт начинает мешать человеку становится болезненным и ненужным приводит человека к фиксированным идеям то это уже совсем другое поэтому стоит отличать опыт свободный когда человек может легко что-то вспоминать что-то находить у себя в уме или что-то даже создавать и рассоздавать и другой опыт который накопился в процессе каких-то болезненных инцидентов и уже скорее создает человеку неприятности и проблему потому что он действует на него без осознанности без воли то есть по сути на основе стимулы реакции и тогда этот опыт приводит тому что человек просто начинает действовать неосознанно то есть начинает заблуждаться вот и такой опыт конечно же можно исправить исправить за счет чего за счет того чтобы проработать всю вот эту вот неосознанность болезненный заряд и удалить его и тогда этот опыт снова станет осознанным и перейдет в раздел такого опыта, которым можно легко пользоваться. Потому что вот в чем отличие на самом деле. Тот опыт, который осознан, человек может легко его как бы взять с полочки, попользоваться и снова туда положить. А тот опыт, который не осознан, он на человека влияет без его осознанности, без его воли. То есть что-то напомнило об этом, и раз он включился. И человек начинает настаивать, говорит, вот я же думал, я же знал, что так и будет. То есть он, по сути, можно сказать, как накликивает на себя вот это вот состояние. Но это происходит неосознанно, когда человек, например, не готов к чему-то, то это бывает приходит к нему. А когда человек проработал вот этот негативный опыт, убрал оттуда весь заряд, и уже у него нет необходимости снова прорабатывать это в жизни. Потому что у него нет заряда, и, соответственно, он не притягивает в свою жизнь те события, которые бы притянул, если бы не проработал он. Поэтому, получается, очищение приходит тогда, когда человек убрал весь вот этот вот негатив. А его, поверьте, накапливается в жизни очень много. И причем он копится не одну жизнь, а многие жизни, многие воплощения. И поэтому проще гораздо это, конечно, еще начинать делать, когда совсем маленький еще человек, ребенок, да, и то есть начинать проработку с самого детства. Тогда человек, во-первых, понимает уже, когда к нему приходит что-то такое не очень хорошее. И он даже приходит, может сказать, а давай, да, это как-то проговорим, проработаем. То есть здесь важна открытость и способность действительно найти такой стиль общения, который будет увлекателен и будет позволять человеку выговориться, что-то рассмотреть в себе и понять. Потому что здесь важно принятие. То есть когда мы выслушиваем друг друга, принимаем, то нам хочется продолжать галерий. Потому что когда есть согласие, то мы можем достигать понимания. И вот это очень важный аспект, потому что когда что-то понято, то это перестает на нас влиять. Вот не просто понято, а я понял, да, то есть нет, а именно по-настоящему, осознанно, принято и понято. Вот, и это как раз происходит, когда мы проводим процессинг счастья и убираем негативный заряд, и вдруг человек бах понимает, да я же это вот как бы понял сейчас. То есть у него происходит понимание жизни, он такой, как же я этого раньше не знал. Вот, и вот такое новое понимание жизни, как озарение, оно может происходить на самом деле у человека в жизни в любой момент. Но в процессинге это все происходит гораздо-гораздо быстрее. Поэтому, друзья, на самом деле, кто еще не делал процессинг, попробуйте. У меня в одном из видео там есть алгоритм. Посмотрите как раз, как справляться с болями и страхами. Алгоритм процессинга счастья. И там все прямо рассказано от и до. Как это все можно пройти легко. Но если вдруг какие-то вопросы, что-то самостоятельно не получается, то смело пишите мне в любых мессенджерах, там Viber, Telegram, вот, или прямо в комментариях под видео. И я посмотрю, расскажу еще раз, возможно, отвечу на какие-то вопросы, которые, чтобы прояснить их более глубоко. И, конечно, можно всегда мне писать, чтобы пройти процессинг и улучшить свое качество жизни. Потому что это очень важно для каждого из нас. На этом, друзья, на сегодня все. Вам чудесного дня и до скорой встречи!